Добрый день, дорогие друзья, прослойка номер два. Еще свежа в нашей памяти утренняя субботняя трапеза. И поэтому хотел бы поговорить с вами о горячей еде на шаббат, называемой на иврите хамин. Значит, горячее. Наши мудрецы издревле учили еврейский народ в противовес тому, что учили сектанты, что горячую еду на шаббат не просто можно кушать, но и должно. В результате этого еврейская традиция сформировала различные горячие еврейские блюда, которые мы кушаем на шаббат. Так, например, ашкенасские евреи имеют блюдо, называемое чоунт, если вы где-нибудь с Белоруссии или с Литвы, или же чуланд, если вы где-то с Украины или Венгрии. Или даже шален, или шаленд, или шалет, если вы с Центральной Европы. Что же означает это загадочное слово? Чтобы понять, мы должны будем вспомнить о еврейской истории, которую так прекрасно объясняет Раф Гедалий Шестак в своих лекциях. Когда-то давно, в VII, VIII, IX веках, евреи говорили не на ядыш, и основу их языка составлял не Mittel, Mittel Deutsch, как это имеет место быть в современном ядыше, а основу их языка составлял старо-французский язык, называемый у лингвистов Romance, называемый Lase в еврейской литературе. Так вот, в этом языке существует слово Calant, которое означает на старо-французском то, что горячее. Латинское слово, довольно похожее на это, это Calentem, тоже означает горячий. Те из нас, кто знает испанский язык, на современном испанском языке горячий будет Caliente. Французское современное слово Shoe, означающее горячий, конечно, далеко ушло от его изначальной формы Calant. То есть, Чоунт в действительности переводится Хамин, горячее блюдо. В Марокко евреи используют блюдо, называемое Сахина, что, в принципе, на арабском языке означает тоже горячее блюдо. Как видим, и ашкенасские, и марокканские блюда сохранили древнее еврейское название Хамин. Теперь для симметрии давайте посмотрим с вами на другое горячее, горячо любимое нами блюдо – още сово. Так называют бухарские евреи. Прекрасное блюдо из риса, мяса и других добавок на шаббат. Слово «ош» бесспорно означает обед, блюдо, и с переводом этого слова и пониманием его трудностей никаких нет. А вот со словом «саво» возникают затруднения, и возникает большое количество фольклорных этимологий, плодов народной фантазии, так сказать. Кто-то переводит «саво» от слова «шабат», «ощи шабат», что это обед для шаббата, и эта фольклорная этимология даже проникла в Википедию на английском языке и на иврите. Кто-то говорит, что это происходит от слова «саво» – яблоко, что в этот обед ложат фрукты. Кто-то даже сказал, что жесткие куски мяса, которые долго варятся в этом обеде, называются в персидском или таджикском языке «саво». Все это очень интересные народные этимологии. То, что говорят нам лингвисты, немножечко отличается от этого. Дело в том, что «саво» на иранском языке не столько может быть в современном иранском языке, но иранском языке, который был несколько сот лет назад, означает «завтра». И это сохранилось на юго-западном диалекте иранского языка современного. Также есть параллельные языки. Вот так вот оно выглядит на иранском языке. «Саво» означает «оно завтра». На арабском языке есть похожее слово «саба», оно означает «утро». На азербайджанском языке «саба» означает «завтра». Другой язык из этого же «нейбрхута», из этого же района, курдский язык «сиб» на курдском языке «утро», «сибе» на курдском языке «завтра». Из этого всего получается, что «ощи саво» — это обед на завтра. Может быть, даже обед на завтра утром. Дорогие друзья, еврейский закон требует от нас, чтобы мы начали субботнюю дневную трапезу до полудня, то есть пока еще утро. Поэтому, пожалуйста, приходите в синагогу утром на шаббат вовремя, молитесь вовремя, приходите домой и начинайте свою трапезу до полудня, чтобы кушать «ощи саво» в его прямом понимании обед на завтра утром. Спасибо. С вами был Барух Юабов.